Сергея Гузенко ждала с фронта большая семья – жена и четверо детей. Самой младшей дочке Галине было только два года, когда погиб ее отец. Я помню, как мы получили похоронку 10 мая 1945 года. Вот это я помню, что к нам пришли соседи, мама была без сознания. Об отце Галина Миронцева знает только по рассказам старших родственников. Каждую деталь, связанную с ним, она бережно хранит в памяти и передает уже своим детям и внукам. Именно благодаря усилиям Галины Сергеевны медаль за отвагу передали семье героя. Война уже почти заканчивалась. Вождали Европу. Выполнял специальное задание по определению численности отступающего противника. И попал в засаду. Один против пятерых. Остался жив, был ранен в госпитале. Я транс 16 апреля. Он не знал об этой награде. Наверняка не помнил его дочь. Было два года, когда ушел на фронт. В 41-м году родилась. В январе, по-моему, да? Да. В январе? Весь. Все право знаю, прости. И сегодня я имею честь и от гордости вручаю эту награду, которую не получил ваш отец. Вам на хранение вашей семьи. Храните, помните его. Передайте вот им, мальчишкам и девчонкам. Гузенко Сергей Григорьевич. Награжден медалью за отвагу. Приказан командиром 1084-го стрелкового полка 7 марта 1945 года. Подпись президента Российской Федерации Путин. Галина Миронцева приехала на вручение награды с большой группой поддержки. Детьми, внуками, племянницами и мужем, с которым они прожили больше 50 лет. Официальная часть церемонии довольно быстро перешла в неформальную дружескую беседу. Военный комиссар города Одинцова Вячеслав Клявень еще долго общался с родственниками Сергея Гузенко. Многие семьи фронтовика не могли сдержать слез, когда речь шла о Великой Отечественной. Память о войне святая для них, как и награда, которую теперь можно с гордостью передавать из поколения в поколение. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.